Доброе утро! Скажите, пожалуйста, первый вопрос сразу же, один из самых важных. Финансовая нагрузка за покупку, скажем так, вот этого пакета ложится на родителей полностью или есть какие-то у нас послабления? В данном проекте очень большой плюс то, что здесь участвуют два бюджета. Федеральный бюджет, который предоставляет на каждого ребенка 5000 рублей, и наш окружной, который предоставляет 7820 рублей на каждого ребенка по каждому сертификату. Поэтому общая сумма бюджетов составляет 12870 рублей, и это полностью вся сумма, которая покрывает все расходы по путешествию. То есть эта услуга предоставляется полностью бесплатно. Полностью бесплатно, это очень хорошо. Это, пожалуй, один из главных фактов. Да, это очень важный факт. Скажите, кто может воспользоваться этой услугой? Эта услуга оказывается детям пятых, девятых классов. То есть каждый родитель, ребеночек, который учится в этих классах, может обратиться за предоставлением этой услуги и получить возможность путешествовать по Югре. А путешествовать в какое время года можно? Услуга предоставляется в этом году. Вот сейчас, вчера стартовал полностью этап того, что может каждый родитель зайти на сайт. Размещается эта информация на сайте социальных услуг Югры, на портале социальных услуг Югры. Поэтому каждый родитель вчера мог уже зайти со вчерашнего дня на сайт и такую путевочку для своего ребенка оформить. Каким образом этот сертификат? Заходишь на сайт, находишь ссылочку, называется «Портал социальных услуг Югры». Заходишь на этот портал, на сайт заходишь и ищешь вкладочку в услугах, услуги туризма. Заходишь туда и там тебе, вот я как раз пока сегодня ехала, посмотрела и сама для своего ребенка, у меня ребенок в 6 классе. Я полностью прошла этот этап, ничего сложного нет. То есть находишь эту услугу, дальше тебе предлагается выбрать туроператора и программу, перейти на сайт уже «Туризм в Югре», это сайт управления туризмом департамента промышленности, наш сайт, где указаны операторы и указаны программы. Дальше уже после этого я нажимаю кнопочку «Сделать заявку на сертификат» и документы, там нужно просто заполнить формы, и документы приходят в управление туризма к нам. Наши специалисты обрабатывают, посылают запрос в департамент образования, идет сверка списков детей в этих классах, и ребенок, если полностью предоставили родители все документы, если предоставили всю информацию, и в списках подтверждено, что ребенок действительно учится с 5 по 9 класс, то мы в ответ отправляем сертификат. Дальше родитель обращается уже, выбирает программу, с какого числа к туроператору, и записывается на программу. Дальше уже в электронном виде заключается соглашение между туроператором и родителем, и осуществляется подклывка к поездке. Вот таким вот образом, и дальше уже потом напрямую общаются с оператором и осуществляют путешествие. Ну вот подскажите, чтобы, допустим, родитель подгадал эту поездку под какие-то каникулы, под какой-то каникулярный период, какой срок рассмотрения установлен у заявки? Смотрите, программа реализуется пока, это пилотный проект Российской Федерации, и она реализуется в этом году. И вот сейчас, как раз в ближайшее время, программа сформирована на октябрь, на ноябрь. Мы должны полностью программу осуществить в течение этих вот сентября, октября, ноября, этих месяцев. Ну то есть, по сути, сроки минимальные? Совершенно минимальные, тем более, что если учесть, что у нас 4899 сертификатов, а вчера за первый день было подано 800 заявок уже, то нужно всем поторопиться, кто желает путешествовать и попасть в этот пилотный проект, и быть счастливым путешественником поездки. Отдохнувшим путешественником. Если говорить о географии поездок, это исключительно территория округа нашего? Конечно, да, территория округа. И сегодня в этой программе участвовали только лишь те наши муниципальные образования, у которых есть отели «Три звезды», и которые туроператор выбрал для того, чтобы реализовать свои продукты. Потому что программа реализуется туроператором, тот, кто непосредственно безопасно предоставляет туристские услуги. Поэтому вот сейчас в программе поданы уже программы с заявками на города Ханты-Мансийск, Сургут, Коголым и Нижневартовск. Но вчера, увидев, какой же этаж и как это все быстро происходит, активизировались еще города. И сегодня, вот уже с утра мне звонили, с утра пораньше, у нас участвуют Белоярский, Югорск и Нягань. То есть эти города тоже имеют возможность, у них есть отель «Три звезды», есть программа туроператоров, поэтому они буквально очень спешно успевают войти в этот проект нынче. А на будущий год он тоже будет продлен, но пока еще данных никаких нет, поэтому нужно успеть. Ну пока ждем, да, вы потом придете и расскажете нам еще раз. Да, конечно, да, нужно успеть нынче. Скажите, а программу, вот эту культурную программу, да, это туроператор разрабатывает? Полностью, да, разрабатывает туроператор. Работа велась очень давно, это целый год мы занимались вместе с туроператорами. Мы выверяли, чтобы в программу входило все, что требуется для того, чтобы ребенок... Для чего вообще эта программа? Для того, чтобы он увидел свой край, полюбил его, чтобы он знал его, чтобы он вырос уже, понимая, что в Югре есть много чего интересного, и стоит здесь остаться, задержаться и жить здесь. Вот поэтому программы все прорабатывали, в счет того, что там входят культурные, достопечательности, патриотические какие-то, да, допустим, программы, промышленного туризма. Программы, связанные с этникой, с этнографической частью нашей культуры. Поэтому они очень насыщенные, очень интересные, очень наполненные. Входят туда питание, обслуживание по маршруту полностью, автобусное. Ну, то есть весь пакет, как говорится, весь полный комплекс. Весь пакет, да, и не менее, получается, двух дней. Не менее двух дней. Анатолий Иванович, спасибо большое, что пришли и рассказали. Вам терпение, потому что сейчас у вас шквал звонков и обращений, и вам спокойно и хорошо закончить эту добрую, нужную и полезную миссию. Спасибо большое, что пришли и рассказали. Спасибо, спасибо большое. Друзья, с вами же прощаемся, но вернемся через две минутки. Пожалуйста, не разбегайтесь никуда.